Корсеты, пояса и прочие подобные вещи очень любят назначать терапевты. Ну и неврологи очень часто этим грешат. Мол, надел поясочек, затянул поясничку и все у тебя хорошо. Если тебе не помогает пояс, бери тогда корсет с жесткими вставками. Корсет носишь, в нем ты можешь наклоняться, в нем ты можешь там работать. Все, что хочешь, можем делать, можешь. Так вот проблема корсета в том, что позвоночник создан подвижным быть во всех своих межпозвоночных суставах. Это принципиальный момент. Если хоть где-то есть блокировка, там будет спазм, и этот спазм будет захватывать все новые, новые, новые части. Что для шеи, что для поясницы справедливо одно и то же. То есть заблокировался, допустим, только крестец, ну бывает от долгого сидения. Постепенно здесь будет спазм, прихватится нижний поясничный, потом еще один, потом еще один. В принципе, достаточно активная физическая жизнь, такие естественные, простые блокировки. Она же разблокирует. То есть посидел, потом где-то размялся, потом там в спортзале побегал, была блокировка, нет блокировки. Это если позвоночник здоровый. Если идет травматическое какое-то смещение, статистика очень простая, 90% населения так или иначе какие-то блокировки имеют грубые, жесткие. То есть позвонок не просто друг к другу скрепился, он уехал на бок. И, соответственно, из этого положения сам уже не выходит. То, где одна блокировка, там вторая, третья, четвертая, дальше по цепочке, и потом ко мне, допустим, могут приходить, то есть весь позвоночник так или иначе блокирован, там с разной степенью жесткости и тяжести. Ну так вот, все методы закрепить позвонки приводят к тому, что блокировок становится больше, и они становятся жестче. Если бы сама по себе блокировка была конечной станцией, это было бы еще ничего, но чем жестче блокировка, тем жестче мышечный спазм, и он настолько жесткий, что кровь через эти зажатые мышцы поступает очень плохо. Мышцы начинают просто деградировать. Плюс ишемические боли одни из самых сильных болей вообще в человеческом теле. То есть, если вы отлеживали руку, а потом, допустим, по ней кровоснабжение восстанавливается, то все вот эти вот ощущения, которые вы испытываете, когда кровоток активируется, вот они усилены во много раз, составляют основу боли в спине, если там есть блокировка, которая не снята. А снять ее может мануальный терапевт, костоправ. Ну, редко массажист, если талантливый. Так вот, к чему приводят корсеты, применительно к пояснице? Из плюсов сначала. То есть, если, допустим, здесь есть не щит, а как они, усы, ну, в общем, какие-то ребра жесткости. Они сейчас, раньше когда-то были они металлические, там, алюминий, дюраль, сейчас пластик есть очень мощный. Такой, то есть, он и пружинит вроде бы и держит, но есть и металлические композиты, но не суть. В общем, если вот здесь вот что-то есть, то, как правило, очень сильная многосторонняя настраиваемая утяжка, то есть, по факту они опорную функцию, вот эта вся конструкция, берет на себя. Но, вы думаете, это поможет вам расслабить зажатые околопозвоночные мышцы и запустить к ним кровоток, что нужно для лечения? Ничего подобного. Корсет из плюсов. Он даст вам опору, плюс он затянет вам живот, внутрибрюшное давление это важный элемент поддержки для поясницы. То есть, то, что вы должны ходить прямо со втянутым животом, ну, при здоровой спине, при больной так очень трудно, конечно. В общем, корсет этот делает за вас. Из плюсов, да, действительно, он помогает вам двигаться, да, действительно, он уменьшает выраженность боли, никогда не снимается всем. Да, он действует достаточно физиологически, но вы-то в этот момент деградируете дальше. Если это просто пояс, то тут вообще все просто. Он утягивает, увеличивает внутрибрюшное давление, вообще не стабилизирует поясницу. То есть, вот надев пояс, в принципе, вы создаете для себя ситуацию еще более жестких блокировок. Меньше боли, меньше аккуратности, а любое неосторожное движение приводит к тому, что я уже сказал, блокировки идут. Дальше, 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 дальше. И там, где в начале, допустим, после травмы или, как говорят, защемила спина, там свернулся один позвонок, поправить один сеанс. Но нужно прийти вовремя. Через три месяца на больничке, там доходят до нейрохирургов, там уже вся поясница, где-то что-то в шее, уже боли под лопатками, ну, весь позвоночник захвачен. В общем, плюсы выполнять часть работы за вас, минусы выполнять часть работы за вас. Поэтому после правки я людям корсеты не назначаю. Те, кто приходили в корсетах, я говорю, что вы ходите столько, сколько вы можете сами. То есть, механизм очень простой. Мы поставили позвонки, и то, вот эта вот опора внешняя вам не нужна, у вас работает свой позвоночник. Птицы, уставшие, наболевшие с нарушенным кровоснабжением, нужно готовить. То есть, их нужно тянуть, нужно выгибать весь позвоночник. То есть, все методы, которые я даю. Турник, три валика, разгонять отек и много еще там других, более детализированных упражнений. То есть, вы все силы направляете на то, чтобы обрести свои возможности, тогда внешние вам не нужны. Зависаете на внешних, в это время ваши падают до нуля. И наступает такая ситуация, когда человек без корсета вообще не может ничего. Производители корсетов радуются, потирают руки и готовятся считать деньги, потому что теперь вы, в принципе, будете на них жить. Потому что выбираться из этой ситуации начинается с того, что можно за один сеанс, а потом кто-то выбирается месяцами, а кто-то и годами. И вот они выбираются, выбираются, еще конца края не видать. Еще попутно идут заболевания, типа там нарушение веса, нарушение пищеварения, ну вот по зажатию нервов по органам. Поэтому к искусственным методам я отношусь никак. По крайней необходимости, и как только сможете отказаться, так сразу и отказываетесь. Ну или получайте свой опыт, увидите, что из этого получится. Продолжение следует...